Доведи Китай Это Эндрю Чен, напротив, человек, который вырос на интернете, канадец, очень сильный игрок, для которого это уже третий финальный стол на турнирах европейского покерного тура. Удастся ли ему наконец-то победить? Ну и Бахадир Киликисер, конечно же, идущий на втором месте, тоже привлекает внимание. Человек, который играет в покер всего год. Ну а для вас будут работать Михаил Сёмин и Илья Городецкий. Марк Райт тоже яркая фигура, игрок совершенно непредсказуемого безбашенного стиля. Интересный финальный стол, будем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в течение недели целый ряд профессионалов выясняли отношения, определяя, кто же попадет за финальный стол. Мы с вами уже видели, кто там оказался. Ну давайте коротко взглянем на тех, кто мог бы там тоже быть. Целый ряд суперзвезд, ну и любителей тоже. И все-таки, наверное, в большинстве своем лучшие из лучших и везучие из лучших оказались здесь. Илья сказал, что есть и любители, но любителями, наверное, можно назвать двоих только из тех, кого мы сегодня увидим. Ну да, два представителя как раз Германии, два хозяина поля, Бахадир Киликисер и игрок по фамилии Мород. Вот они любители. Ну а мы видим, как потерпели крах три человека, которые вновь не смогли стать двукратными чемпионами европейского покерного тура. Ну а доведи Китай, он, в общем-то, большую часть турнира провел в тени. Не шел он в группе лидеров, держался со третьим стэком и именно на предпиналке ему удался рывок. В том числе именно он выбил игрока, который в итоге занял девятое место, стал бабл-боем финального стола. Но это был испанец, судя по игре, тоже любитель. Итак, 825 тысяч евро за первое место. Ну и вот восьмерка наших финалистов. Протюж Будига, у него самый небольшой стэк, миллион 170 тысяч. Хороший игрок и, в принципе, этот турнир он все равно может занести себе в актив. Он выбил Илью Городецкого. Это шутка была в стиле Михаила Семина. Андре Мород, тоже небольшой стэк. Марк Райт, напротив, весь турнир был чип-лидером, пожалуй, это был главный герой турнира, но для него предфинальная стадия, наоборот, сложилась очень тяжело. И у него лишь шестой стэк. Очень сильный игрок, звезда онлайна, сильнейший немец на этом финальном столе Марио Пучини. Покер Чини, его называют в интернете. Ну, Цезарь Гарсия, который раньше, когда испанцев не выделили отдельно, был достаточно весь в интернете под ником Цезарь Спа. Бахадир Киликесер отобрался в этот турнир через сателлит непосредственно здесь, в Берлине, в живом турнире поблизости. Эндрю Чен, наверное, наряду с DVD Китая чип-лидером, фаворит турнира, но, конечно, у Китая великолепные шансы после того рывка, который он совершил на предфинальном столе. У него 30% всех фишек турнира, и, конечно, он выглядит явным фаворитом. Довольно много зрителей. Думаю, что вот эти ребята — это группа поддержки сразу двух игроков. Пратюша Будиги и Эндрю Чена. Они дружат между собой. Дружат они с Майком Макдональдом. Дружат с Эндрю Бадекером, обладательным браслетом мировой серии, который тоже мелькнул на наших экранах. Ну вот, огромный уже объем призовых в живых турнирах у Чена. Он очень опытный игрок и в живых турнирах. Для DVD Китая тоже не первый уже финальный стол на турнирах ЕПТ. Он был на финальном столе в Барселоне, в очень крупном турнире, который тогда выиграл Рутенберг, немецкий игрок. Китай тогда занял третье место. Ну, понятие дружбы включает в себя и обмен долями, ну, или приобретение долей со стороны таймикса. Так что у него здесь не только дружеский интерес. И давайте посмотрим. Будига открывается рейзом. Ну, его стэк составляет, сколько получается, 20 с небольшим блайндом. Ну, мы видели, что Абахадир Киликесер играет строго случайным образом. То есть у него нет какой-то системы в игре. Он играет так, как ему подсказывает именно в этот момент его игрок. Интуиция. Ну, вот здесь против такого игрока с таким небольшим стэком, который профессионал и открылся с ранней позиции. Очень неудачная карта для 3-бета. Туз-10. Но после того, как он этот 3-бет ставит, он решает уже заколировать алын. Ну, и, как вы видите, выставляется, имея лишь 25% на победу. Ну, и, насколько я помню, он все-таки гораздо дольше думал. И это показатель опять того, что игрок непрофессиональный. Потому что, ну, профессионал оценит размер стэка оппонента. И когда будет делать 3-бет, если будет делать, он уже будет понимать, что алын он закрывает. Ну, или наоборот, что он выбрасывает на алын. Ну, и вот, посмотрите, первый же раздача и десятка на терне. Судьба Киликисера хранит просто невообразимым образом. Будем откровенны. Если бы не невероятная удача, то никаких шансов у Киликисера не было бы даже в третий день турнира пройти. Я играл с ним в первый день этого турнира. Он играл очень-очень посредственно. Но постоянно удача оказывается на его стороне. Ну, и для его соседей по столу это удачный расклад, что Буддига вылетел. Для нас, зрителей, конечно, это огорчение. Потому что, если бы у Буддиги появились бы фишки, смотреть этот финальный стол было бы намного интереснее. Ну, и вот говорит Буддига, что у него было 24 больших блайнда. И, соответственно, он понимал, что когда он открывался, ну, что будет ставить алын. У него был самый короткий стэк, и других вариантов у него здесь не было. А мы с ним абсолютно солидарны. В общем, для него это кулер, ну, а Киликисер сыграл плохо. Ну, и, как мы уже говорили, мы отметили, что Киликисер отобрался через Сателлит, и он хотел получить деньги за, в общем, выигранный им Сателлит. Он не хотел играть этот мейн-ивент, но пришлось. Теперь он, наверное, уже не жалеет. Ну, теперь у Киликисера гораздо более достойная карта. И, несмотря на то, что у него уже небольшой стэк, продолжает играть в своем стиле. Райт, ну, делает он очень маленький 3-бет, не рискуя значительной частью своего стэка, потому что понимает, что если еще переставит Киликисер, то придется выбрасывать. Ну, опять же, учитывая, как играет Райт, в аналогичной ситуации наш Андрей Заиченко с двумя двойками поставил алын. Тоже тогда Киликисер сделал рейс, переставил Райт, и он считал, что две двойки впереди диапазона обоих. Но две девятки Мород решает разыграть аккуратно. Естественно, он очень дорожит своим стэком. Для него это уникальная возможность, когда еще он выйдет на финальный стол. Ну, а Киликисер допускает грубейшую ошибку против такого стэка. Он зачем-то играет без позиции кол на туз-король, и в результате на флопе Райт уже старше. Ну да, самое смешное, что Райт бы выбрасывал здесь нол-ин. На самом деле, при флоп, на мой взгляд, плохо сыграл Райт, потому что, ну, он все-таки должен был что-то узнать о своем оппоненте. И если бы он что-то это узнал, он бы понимал, что на 3-бет Киликисер не выкинет здесь никогда ничего. Ну, а такую руку, как туз-3 разномастный, даже в позиции в таких стэках разыгрывать сложно. Преимущества постфлопа особо не будет. Вот что и показывает здесь Киликисер. То есть, видите, постфлоп он не выбрасывает свои ака. Но другое дело, что то, что отметил Илья, здесь уже Киликисер выставляется, находясь позади. Ну, на самом деле, очень тяжелый кол сделал Райт. Ну, ал-ин Киликисер довольно странный на флопе 5-5-3. Но кол не такой простой для Райта. Вроде бы он поймал свой флоп, но, с другой стороны, очень часто будет просто-напросто какие-нибудь две девятки или две восьмерки. Ну, конечно, да. Чаще там должна была бы быть пара у Киликисера. Ну, в общем, поэтому я и говорю, что Райт, на мой взгляд, не того оппонента выбрал для 3-бета. Как раз если бы он Будигу, ну, Будига был бы за столом, или Чена так 3-бетнул. Ну, вот он говорит, что у него там могли быть шестерки. И Будига, который тоже вдоль здесь у Марка Райта, говорит, что, ну, ладно, мне кажется, нормально ты сыграл. Уже когда такой флоп открылся, и он чекнул такой флоп, да, ты должен уже калировать ал-ин. Ну, вы сами видите, да, что призовые в живых турнирах за карьеру, если можно так сказать, у Бахадира Киликисера всего 6 тысяч евро. Ну, насколько я знаю, играет он в покер всего около года, поэтому, ну, как-то анализировать именно с профессиональной точки зрения его раздачи будет, наверное, ну, просто несправедливо по отношению к нему. Ну, я и поэтому говорил, что претензии здесь скорее к Райту по розыгрышу, а не к нему. Ну, и вот интервью Киликисера, что он очень счастлив оказаться в таком турнире, принять участие, и, конечно, он, если выиграет, будет невероятно счастлив. Ну, да, и справедливо он замечает, что даже до этой стадии турнира дойти для него это огромная удача, и он прекрасно отдает себе отчет, что пока он, в общем-то, далек по уровню игры от своих соседей по столу. Ну, за 550 евро он отобрался в сателлите, да, как нам титр напомнил, и, соответственно, сейчас он уже обеспечил себе, ну, сколько там, минимум 100 тысяч. Я думаю, уже больше, наверное, да. И вряд ли у него, ну, может, кто-то из друзей там какие-то доли взял, но я не думаю, что кто-то там с ним поменялся. Сумасшедшие друзья. Ну, вот пошел он переигрывать Эндрю Чена в позиции на коннекторах, на 6-5 зашел под рейс. Ну, в принципе, глубина стеков еще позволяет такие действия. Ну, так, с сомнением Чен посмотрел на Киликисера, что, мол, этот парень от меня тут хочет. Ну, и сразу же Чен поймал очень хорошую руку, ну, и понятно, что Чен будет делать ставку продолжения, а дальше смотреть, что там будет Киликисер. Киликисер у нас просто так не сдается, но... Ну, по идее, да, вот, то есть зрители, которые еще не знакомы с творчеством Бахадира, они, наверное, думают, зачем нам показывают эту раздачу? Что может здесь произойти? Флоп дама 10-8, две бубны, у него 6-5 пик. Но Бахадир, как я уже говорил, он играет строго случайным образом, то есть никакой логики в его действиях нет. Он решил, что вот здесь именно в этой раздаче он будет блефовать и переставляет. По такой доске рейс это не так уж и плохо смотрится, тем более, если он собирался продолжать на терне, но вот его проблема, что упала карта, которая очень хорошо подходит Чену, по которой Чен не сдастся. То есть, конечно, могут там быть у Киликисера восьмерки, десятки или валет 9, но все равно, конечно, трипс здесь Чен не выбросит. Более того, вот посмотрите, проблема, конечно, с бэтсайзингом. Вот на такую ставку 500 тысяч Чен, ну, никогда карты в пас не отправит против такого игрока. Ну, тут еще, конечно, надо отметить, что не откроясь, а еще одна дама намного сложнее было бы Эндрю Чену. Хотя, с другой стороны, вот, конечно, на 500 тысяч он, наверное, не выбросил бы и не приди столь хорошая для него карта. Еще одна пятерка. Это хорошая карта для Киликисера, потому что здесь ему можно остановить свой блеф. Ну, на самом деле, он понимает, что он все равно не выиграет и уже как, простите, конечно, но такой старый советский проигрыватель, у которого заело, он опять ставит 500 тысяч. Ну, это уже абсолютно бессмысленная ставка. Он ставит 500 тысяч в банк 2,5 миллиона. И показывает там свой мусор. Ну, естественно, Чен скрыл этот блеф и полтора миллиона с лишним из стека Бахадира Киликисера в качестве подарка отправились к Анадцу. Ну, Чен, конечно, коллировал нехотя, потому что вполне его мог сейчас посмотреть. Мне очень нравится всегда приезжать в Берлин. Организация Покер Старс на высшем уровне. Это все замечательно. Насчет силы состава. Мне каждый день не очень везло со столом. Каждый раз я оказывался в очень сильном составе. Все время были регулярные из интернета, которыми я играю в интернете. Они очень сильные. Но каждый раз мне удавалось проходить тяжелые столы. В принципе, тем не менее, было много достаточно слабых игроков среди них. Среди тех, кто за остальными столами сидел и так далее. Мне все очень нравится. Я каждый год сюда приезжаю. Это уже третий раз, когда я здесь. Замечательный турнир, замечательная организация. Наверное, Андрей Заиченко не полностью удовлетворен своим 21-м местом. Но, тем не менее. Возрастает напряжение на финальном столе. Семь человек в строю. Паратиш Будига вынужден был. И этот свой бояж завершить не по своей вине. Ну, а Эндрю Чен, как уже отметил Илья Городецкий, получил замечательный подарок от Бахадира Киликисера. И посмотрим два теперь вот таких, ну, довольно-таки внушительных чип-лидера у нас. У меня король дамы разномазный. С первой позиции я делаю совершенно стандартный рейс. Бахадир делает кол. Открылся флоп дамы 10-80 с флэш-дро. Ну, неплохой флоп для меня. Я ставлю небольшую ставку продолжения. И он ни секунды не думая делает рейс 500 тысяч. Честно говоря, если бы какой-то профессионал меня переставил на такой доске, я был бы довольно сильно огорчен. Но от Бахадира можно ожидать всего чего угодно, поэтому я как-то спокойно отреагировал. Решил, что заколировать я обязан. После того, как вышла дама, ну, что, у меня нет практически выбора. Я должен уже до конца играть чек-кол. Он опять ставит 500 тысяч, это очень странная ставка. И вообще, он так быстро это сделал, что я, честно говоря, подозревал, что он просто блефует, и у него нет вообще ничего. В любом случае, я обязан коллировать. Ревер пятерка, абсолютный бланк, флэш-дро не закрылась. Честно говоря, если у него нацовая рука с флопа, ну, тогда я проиграл. Ну, весь вопрос только в том, сколько. Но я думал, что там, скорее всего, просто пустой блеф, ничего нет, и поэтому я без особых сомнений сыграл чек-кол, и оказалось, что у него, ну, совсем ничего не было. Честно говоря, это совершенно стандартная раздача против этого конкретного оппонента. Ну, вот опять же, если бы он ставил по риверу, там, тысяча-полторы, было бы гораздо тяжелее. Тысяча-полторы противоречило бы правилам. Ну, полтора миллиона, тысяча-полторы тысяч. Полторы тысячи тысяч, полтора миллиона, то тогда тяжелее было бы на много чену. Ну, уже решение на весь стэк, и, в принципе, любитель может так сыграть с фуллхаусом, с десятками, с восьмерками. Ну, со стритом. С стритом, наверное, дольше бы думал. Ну, что сделано, то сделано, и вот Киликисер, который непонятно зачем переехал Будигу, теперь раздает фишки налево и направо. Ну, пока больше направо. А, ну, налево он тоже был. Ну, он вначале налево, потом налево, просто он больше не мог поправить, потому что там всего полтора миллиона было. Ну, вот нам первую раздачу показывают в исполнении «Доведи Китай». На самом деле он играл достаточно активно, причем, как он потом сказал, поскольку на этом финальном столе впрямую показывались карты там с небольшой задержкой, то он специально играл вначале очень лузово, чтобы вот создать такой несколько ложный имидж. И, в общем-то, это ему удалось, хотя справедливости ради отметим, что Марк Райт из тех игроков, которые дамывали это одномастные, на три бет никогда не выбрасывают. Поэтому тут имидж вторичен. Ну, идеальный флоп для «Доведи». Ну, и вот чуть-чуть забегая вперед, скажем, что эта раздача стала центральной, наверное, во всем турнире. По крайней мере, на финальном столе точно. Хотя, вроде бы, ну, что здесь может быть? Опять же, как можно продолжать раздачу, когда на флопе туз 4-8 с одной пикой у тебя дамывалет пик? Но Райт многократно применял флот в этом турнире. Очень много его раздачи обсуждалось в кулуарах. И вот здесь он делает колл. И выходит неплохая для него карта. Теперь у него двусторонняя стрит-дро. Ну да, и более того, все-таки Райт – это не Кили Кесер. Это прекрасно знает и Китай, это знает и Райт. Ну, и Китай делает вторую ставку, ставит второй баррель. Ну, и вот посмотрите, что сейчас делает Райт. То есть он понимает, что, ну, просто коллировать, хотя это тоже вариант, наверное. Но ему не хочется. Он игрок очень агрессивного стиля, и он объявляет all-in. И вот очень непростое решение сейчас для Китая. Он задумается на несколько минут. Ну, конечно, у нас здесь будет склейка. Потому что all-in от Райта здесь – это легко. Две пары, сет. Ну, а из дро здесь только флеш-дро. Очень тяжелое решение для Китая – это овербет all-in, да. То есть он поставил ставку больше, чем размер банка. А если а у Китая, несмотря на то, что внешняя рука кажется очень сильной, на самом деле всего лишь одна пара. То есть если у соперника просто две четверки или две восьмерки, или даже туз-10, он практически без аутов. Но с другой стороны он не мог не знать, какой игрок Райт. И вот после продолжительных раздумий, думаю, что он думал минут семь или восемь. Ну, семь минимум, да. Он все-таки делает этот колл. Хороший колл, говорит Марк Райт. Делает он комплимент своему оппоненту. На самом деле это очень тяжелое решение. И Ривер – пустая карта, тройка. Ключевая раздача, Миша совершенно правильно сказал, этого финального стола. Огромный банк уходит до ВИД Китая. И он избавляется, пожалуй, от одного из своих самых опасных оппонентов. Опасных даже не в том плане, сколько было фишек у Райта, а опасных в смысле его непредсказуемости резкой игры. Да, Киликисер говорит, ты бы, наверное, ему Чен говорит, на две секунды бы заколировал. Походил, говорит, да, я вообще не понимаю, о чем тут думать. Туз-король, туз на столе. Ну, собственно, вы понимаете, конечно, что Киликисер настоящий профессионал. Он бы сделал снэп-колл. А вот Китай думал семь минут. Меня зовут Давиди Китай, мне 32 года. Меня зовут Давиди Китай, мне 32 года. Это третий раз, когда я приезжаю в Берлин. Мне нравится и город, и турнир, потому что очень крупный турнир, разнообразный и большой состав, много хороших игроков, но много и любителей. Я уже был однажды близок к победе на турнире европейского покерного тура в Барселоне. Я был на финальном столе, но тогда я занял третье место. Но у меня есть достижения и в Америке. Я выигрывал турнир мирового покерного тура, выигрывал турнир мировой серии. Так что, если мне удастся победить сегодня, я стану обладателем тройной короны. Это очень престижное достижение в покере. Надеюсь, мне удастся стать первым бельгийцем, который достиг его. Ведь я был первым бельгийцем, кто выиграл браслет мировой серии. Я очень хорошо знаю Андрю Чена. Это прекрасный игрок, я много раз сталкивался с ним на разных турнирах. Думаю, что будет очень сложно против него играть. Приятно, что нам удалось вместе с ним выйти на финальный стол, потому что очень с большой симпатией я к нему отношусь еще и в личном плане. Мы проводим в хорошем ресторане, чтобы увидеть мои друзья, когда я хочу, чтобы полностью свободен. Это, что я люблю в покере. В покере мне очень нравится то, что я могу проводить время с друзьями и живу жизнью свободного человека. У меня нет каких-то обязательств. Ну, здесь решение об улыне и коллировании было гораздо более быстрым, чем в предыдущей раздаче, которую мы видели. Может быть, еще обсудим. Здесь, ну, типичный кулер. Никто не мог в рефлоп сыграть иначе. Чуть старше Пучини. По математике все-таки 55 на 45 он здесь стоял. Но, как вы знаете, все это называется коинфлипами. Не сложилось для Сезара Гарсии игра на финальном столе. Совсем не заходила карта, когда он пытался что-то там исполнить, переставить. Нарывался он на руку, стэк его таял. И уже, когда у него оставалось там всего полтора миллиона, он вынужден был выставиться в Аллын. Ну, как вынужден. Стус Король-то он без особого огорчения это сделал. Но две дамы Пучини перекупить он не смог. И вот занимает шестое место. Конечно, не в полной мере он удовлетворен этим результатом, я думаю. И вот так вот получилось, что три профессионала вылетели довольно быстро с финального стола. Два любителя, Бахадир Киликисер и Андре Мород, все еще держатся в игре, пусть и с небольшими стэками. Мород не сыграл на наших с вами экранах ни одной раздачи. Ну, примерно так оно и было. Когда ему заходили две дамы, Тус Король, он просто делал рейс. И все выбрасывали. Ну, да. С другой стороны, правильная тактика. Я думаю, он понимает объективно, что он слабее здесь всех, кроме своего соотечественника Киликисера. Троих уже пересидел. То есть только своим пересиджением он уже заработал порядка двух сотен тысяч евро. Ну, у Марио Пучини появился теперь стэк. И, конечно, он будет играть гораздо активнее. Тем более стол 5 макс, два слабых игрока. Ну, два сильных, конечно. У него в позиции. Чен не будет эту руку разыгрывать. Ему это не нужно. Ну, а, конечно же, 2D Китай может своим стэком поддавливать. Потому что он отлично понимает, что ни Пучини, ни Чен не хотят вылетать раньше, чем вылетят Мород и Киликисер. То есть не то, что они будут пересиживать Мород и Киликисера, но у тех стэки тают, эти игроки откровенно слабые. И ясно, что, в общем, ну, кто сейчас останется вторым из вот этих двух людей Пучини и Чена, тот, скорее всего, и претендует на хэдзап с 2D Китаем. Может, я, конечно, забегаю вперед, но по стэкам и по уровню игры, наверное... Ну, тем и прекрасен покер, что, на самом деле, все-таки предсказать достаточно сложно. Ну, вот, заколировал 3-бет Пучини в позиции с Валет-10 одномастными на 5 макс столе. Вполне допустимая игра. Ставит Китай и дальше. Но у Пучини двусторонняя стрит-дро, поэтому, конечно, он здесь не выбросит. Вопрос только в том, будет ли он делать рейс или заколирует. Ну, наверное, стандартная игра здесь. Ну, наверное, заколирует, опять же, учитывая два небольших стэка сравнительно, двух слабых игроков. На более ранней стадии, я думаю, Пучини вполне возможно переставлял и выставлялся на флопе. Ну, если такую возможность ему Китай предоставил. Будет ли ставить второй баррель здесь, доведи. Потому что, в принципе, Пучини показал, что как-то он за эту доску зацепился. С другой стороны, если Китай здесь сыграет чек, то, соответственно, ему придется уже падать на ставку. И вот он отваживается на второй баррель. Ну, а здесь уже банк 2 миллиона. За спиной у Пучини 3,3. Ставка, правда, ровно в треть банка. В принципе, колу Пучини здесь еще по шансам. Вновь делает колу Марио. Ну, вот будет ли третий баррель ставить Китай в надежде выбить какую-то даму? А если не будет ставить третий баррель, будет ли Пучини ставить алл-ин? Пропускает торги Китай. Тем более у него появилось какое-то шоу-даун-вэлью. Он обыгрывает совпадение пятерки теперь. Или две четверки. Ну, правда, эти карты крайне маловероятны. Но Пучини, который по вскрытию выиграть не может, применяет то, что в знаменитой книге Харрингтона называется «Пост-Ок-Блав». Сам Харрингтон там пишет, что он не знает, почему это так называется. Это когда по риверу блефуют очень маленькой ставкой в треть банка, изображая очень сильную руку, с которой добирают. Ну, вот здесь Пучини впервые получает в свое распоряжение стэк больше среднего, после того, как ему все-таки удалось заблефовать бельгийца. Ну, и расстроен здесь несколько Китая. Он игрок как раз такого стиля, который можно отнести к херово-колерам, игрокам, которые очень любят делать героические колы, вскрывать какие-то блефы. Как раз вот сам он не очень любит ставить два-три барреля в блеф. И здесь он остановился на полпути. Он поставил два барреля, на третий не решился. Ну, тяжеловато там, мне кажется, ставить третий баррель, потому что человек-то может иметь не валет 10, а короля там с валетом, который он никогда в жизни не выкинет. Ну, может, а с другой стороны, если бы Алын здесь ставил «Доведи Китай», ну, короля, наверное, не выкинул Пучини бы, а какие-нибудь там даму валет уже мог выбросить, потому что два стэка, опять же, таких же, как у Пучини, у него остается 2,5 миллиона, это финал, огромный разброс. Вот, в этом проблема. Если ты идешь, нужно идти до конца, конечно, на это способны немногие. Ну, далеко не все. Ну, защищает большой блайн Киликисер на 7,5. Довольно быстро он чекнул флоп, который дал ему младшее совпадение. Ну, Чен, естественно, в топ-пару продолжает ставить. И Киликисер совершает еще одно... Самоубийство. Ну, необъяснимое совершенно действие. Он ставит «Ол-ин». Чен, опять же, не хотел, потому что он просто привык, что он играет с какими-то людьми, которые, ну, как-то логично действуют. А здесь, ну, все время его заставляют заниматься каким-то бредом. Вот это прям буквально написано на лице. Ну, что ты опять устроил? Ну, что ты опять затеял какую-то ересь? Ну, и опять же, да, потому что Чен не может туда положить руку, потому как играл Киликисер. Если бы ему такой «Ол-ин» поставил бы Райт или Китай, он бы там боялся... Он бы думал долго. Он бы думал, что там какие-нибудь 8-7 могут оказаться. Ну, там, две пары, сет. Что там либо воздух, либо его пытаются так заливелить с монстром. А здесь вот он, Киликисер, настоящий донор банка Чена. Ну, как-то даже, по-моему, друзья в некотором недоумении, зачем бы Хадир Киликисер устранил себя из турнира. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Снявшие голову по волосам не плачут. Ну, Бахадир Киликисер по волосам не плачет уже давно. Ну, что ж, вылетел Бахадир Киликисер. Более 200 тысяч евро он получил за пятое место. И, я думаю, Михаил присоединится ко мне. Одно только пожелание у меня к Бахадиру. Он, по-моему, симпатичный человек. Мы ему желаем, чтобы он не вкладывал эти деньги в покер. Ну, как сказать. А, ну, если мы к нему по-доброму относимся, то да. А так, я думаю, мы будем рады видеть его на нашем любимом сайте PokerStars. Играющим. Игроки из Германии, с игроками из России, слава богу, не разделены. Кстати, две самые такие крупные державы в Европе. Покерные. Да и в мире, наверное, сейчас тоже уже игроков из Германии и России. Ну, в топ-5 точно. Ну, вот такой вот ускоренный монтаж нам продемонстрировали. Марио Пучини вылетел уже из турнира. Нам показали только, как он покидал стол. Игра в 4 макс для него не сложилась. Ну, как бы там игра складывалась так. Мород просто сидел и ждал. А трое других игроков бились друг с другом. И вот в этих битвах против Чена и Китая постоянно у Марио оказывалась рука чуть младше. И вот так постепенно он потерял свой стэк. Ну, я думаю, сейчас негласный так... Ну, да, вот сейчас, собственно, все и закончится. Опять Чен-то каждый раз нехать. Ай, колл. Ну, потому что лын от Морода все-таки это... Диапазон чуть уже, чем вот та рука, которую мы увидели сейчас. Да, это да. Но в 3 макс уже, конечно, на туз валет ты должен лын закрывать от короткого стэка. Но Мород понял, что в любом случае он следующий. Ему как бы высиживать здесь уже нечего. И не будут здесь зарубаться Китай и Чен. Им это не нужно. Они спокойно выбьют Морода и будут играть в кедзапе. Вот не знаю, по какой причине Эндрю Чен близок к кедзапу. Так далеко на турнирах европейского покерного тура он еще не проходил. Но еще до того, как у соперника появился флэш-дроп оттернут, у него такое выражение лица было, как будто он на приеме у Зубнова. Ну, нет, не произошло. Здесь чудо. Эндрэ Мород не то, что прыгнул выше головы. Он прыгнул выше своей головы и головы всех членов своей семьи в этом турнире. Занял он здесь третье место. Играл достаточно аккуратно. Ну, а в кедзапе, как и следовало ожидать, остались два игрока, которые входили в число сильнейших в этом турнире. И которым, откровенно говоря, наилучшим образом складывался финальный стол для которых. Эндрю Чен против DVD Китай за первое место и приз в 825 тысяч евро. 12 миллионов у Китая и больше 10 миллионов у Чена. По большому счету шансы их абсолютно здесь равны. Китай чуть постарше по возрасту, но Эндрю Чен зато несколько опытный, поскольку он играет в интернете намного больше. Ну, будем объективны. Объективный. Вот обсуждение дележки. Обсуждение дележки, оно продолжалось ровно 5 секунд, поскольку оба игрока с уважением относятся друг к другу. Дележка 613 тысяч евро гарантированно получает Эндрю Чен, 632 тысячи евро получает DVD Китай, и они разыгрывают 80 тысяч евро. Все тоже неплохо, не каждый день играешь хедзап на такую сумму. Вот ты сколько раз в жизни играл такой хедзап, Миша? Ну, сейчас сходу не вспомню уже. Раз 15-20? Ну, каждый день приходится играть так же. За 80 тысяч евро, да. Так вот, что я хотел сказать, что если объективно, да, 80 тысяч это серьезная сумма, и поэтому никто просто так сдаваться не собирается. Более того, титул чемпиона, он тоже огромное значение имеет, он очень приятен, он дает возможность в перспективе рассчитывать на контракты рекламные. Вот, поэтому, конечно, никто сбавлять оборотов здесь не будет собираться. Чен, он технически, конечно, сильнее, чем DVD Китай. Но у DVD тоже есть определенное преимущество, он такой типичный оффлайн, наверное, игрок, ближе к оффлайну, и вот какие-то там телсы, понимание динамики, ну, здесь он Чену точно не уступает. К чему это приведет, сейчас с вами посмотрим. Я думаю, определенные нотсы друг на друга игроки тоже сделали за время финалки. Да и чуть раньше. Интересный флоп. Двустороннее стрит-дро у Китая, у Чена гадшот и туз-хай. Ну, и дальние флэш-дро нацевые. Ну, поэтому в хедзапе не должно вас удивлять, что имея всего лишь туз-хай и какой-то там мифический гадшот, конечно, Андрючен даже не думал здесь о пассе, он обязан здесь чек-рейс скалировать. Ну, и он понимает, что как раз чек-рейс от Китая, это все-таки не рейс от того самого Киликисера. То есть здесь, ну... Стоит относиться с большим уважением. С большим уважением, но он понимает, что Китай может вот это сделать и там как раз на каком-то дро. 10-9, король 10. Очень интересный терн, вроде бы карта ничего не поменяла, но с другой стороны она дала обоим флэш-дро. И опять же Чен не имеет права уже никакого выбрасываться, несмотря на то, что соперник делает такую вот увесистую ставку более миллиона фишек. Но стеки глубокие, переставлять здесь нет никакого смысла, потому что если вдруг будет выставление, он выставится, скорее всего, в никуда. А просто сыграть колл вполне разумно. И вот что здесь, в банке 4,2 миллиона. Стек у Китая 7,5. Будет ли он ставить еще один баррель? Будет ли он ставить там 2 миллиона? Но по идее флэш-то закрылся потерный, если он на флэш-дро играл чек-рейс по флопу. Но не закрылись стриты. Король 10, 10, 9 не закрылись. Продолжает ставить Китая, но он понимает уже, что иначе ему раздачу не выиграть. И ставит он опять же около половины банка 2 миллиона 300 тысяч. Не очень сложное решение, потому что если колл сейчас делает Чена, он окажется прав, он получит преимущество 3 к 1, даже чуть больше по фишкам. Если вдруг не угадает, то... И вот Чен находит наилучший выход. Просто гроссмейстерская игра Эндрю Чена. Он ставит all-in. Естественно, Китай вынужден выбросить. Но Чен поставил all-in, потому что у него был нацовый блокер. Он понимал, что у противника точно нет нацового флэша. И вот решил изобразить сам флэш, который, в принципе, у него вполне мог быть. Этой ставкой он рассчитывал выбить, ну, как минимум, наверное, вторую пару уж точно он бы выбивал. Ну, вторую пару. Понятно, что флэш бы он здесь не выбил. Понятно, да, но... Думаю, что не факт, что он выбил бы даму валета, ну, две пары. Ну, две пары тоже тяжело выбить. Но очень красивый блеф, и не стоит как бы отвлекаться на то, что это был блеф с лучшей рукой. То, что это был блеф с лучшей рукой, так получилось. И это свидетельствует о том, что Чен правильно оценил ситуацию и понял, что далеко не всегда здесь нацовые руки будут у Китая, несмотря на то, что он большую силу вроде бы показал постфлоп в этой раздаче. Было бы здорово выиграть, наконец-то, турнир ЕПТ. Для меня это третий финальный стол. Я был на финальном столе в Праге, потом в гранд-финале в Монте-Карло. Но вот выиграть, выиграть пока никак не удается. Ну, вот вроде бы постепенно Чен захватывает инициативу. И вот этот действительно великолепный ол-ин по риверу, ол-ин на всякий случай. Ну, просто как бывает, мог здесь Китай блефовать действительно с младшим совпадением каким-нибудь там, да, понимая, что не годится. И мог, нередко такое в покере бывает, когда ты вскрываешь явный блеф и оказываешься позади. И вот многие профессионалы говорят, что в этом случае есть пуш на всякий случай. Ну, вот Китай, убедившись в том, что пост-флоп не получается обыграть соперника, пытается перевести игру на префлоп. Переставляет он до флопа. Ну, в принципе, вряд ли Чен будет здесь коллировать, даже в позиции рука слишком слабая. И поэтому, я думаю, он думает здесь о том, чтобы поставить 4-бет, ну и выкинуть на 5-бет. Да, ну, если 5-бет будет. Все-таки 10-7 разномастая, не та рука, с которой ему хотелось бы пост-флоп играть. И довольно-таки большой 4-бет он объявляет, то есть 4-бет, после которого Китай не может сыграть 5-бет пасс. То есть очень хороший размер выбирает. Здесь уже 5-бет в блеф у Китая, ну, как бы не лезет. Только 5-бет all-in. Ну, или там 5-бет, после которого all-in придется коллировать. И Китай наносит ответный удар. Еще одна красивая раздача. Опять же, блеф с лучшей рукой, да. Решил он, что по динамике здесь очень часто будет блефовать 4-бетом Чен. И поставил блефовый 5-бет. Как мы видим, он абсолютно правильно положил оппоненту пустую руку и забрал банк. Ну что ж, не будем лукавить. Давно мы не видели такого красивого хедзапа. Достойные соперники. Доведи Китай против Эндрю Чена. Мы видели уже 2 великолепных блефа. Великолепный блеф по риверу Эндрю Чена. И красивый блеф на префлопе со стороны ДВД Китая. Я же все-таки возьмет здесь. Соперники неплохо переключают передачи и не уступают друг другу. Да, вот, ну, если бы, например, спорили бы эти два человека в отношении противоположного пола, явным фаворитом был бы Китай. Компьютерные игры стали бы играть. Эндрю Чен бы, я думаю, порвал бы Китая в лоскуты. А покер уравнивает их возможности. Ну, тебе виднее. Я в компьютерные игры не играю. Девушками тоже не интересуешься? Посторонними девушками не интересуюсь. Ну и сейчас... Стэки-то действительно очень глубокие. А 80 тысяч евро, это так для сравнения, вам напомним, что за 9 место 72 давали. То есть это равносильно выходу на финальный стол в другом... 145 человек. Ну да. Ну что, опять ни у кого ничего нет. Даже близко. Ну, здесь Китай будет делать кол. Собственно, других вариантов нет. Хедзап и здесь все стандартно. Да, ну опять же, для менее следующих наших зрителей, ну, на таком флопе на одну ставку нельзя выбросить туз хай, потому что, ну, очень часто это будет лучшая рука просто. Чен думает, есть ли смысл ставить второй бар или гонщик? Сыграет чек-бехайнд. Ну, фактически сдается. Ну, не то, что сдается. Например, если у него есть семерка или пятерка, он тоже сыграет чек-бехайнд. И вот такая интересная карта на ривере. Ну, по идее, закрылся стрит на одну карту, на восьмерку, которая вполне может быть здесь у Чена. Ну и закрылся стрит на король-даму. И вот здесь Китай решает ставить первым. То есть вполне у него как раз может быть восьмерка. Ну, валет 8 там, да. 7-8 у него мог быть, 9-8 все эти руки. Он бы защищал и коллировал одну ставку на флопе. И вот тоже запоминающаяся раздача. Посмотрите, что произойдет сейчас. Это за гранью разумного. Ну, Чен делает все логично. Он как раз изображает руку типа король-дама. Ну, не типа, а я думаю, только король-дама он изображает здесь. Ну, может какие-нибудь тоже 9-8. Ну, 9-8 он бы оставил терн. То есть, по идее, Чен изображает здесь очень узко. Король-дама или дама-8. Две руки, которые изображает Чен. Причем рейс он делает большой. Да, переставляет он более чем в 3 раза. Но, как вы видите, у Китая абсолютно ничего нет. Но, тем не менее, он делает колл. Совершенно невероятный колл. Ну, вот жаль, эта раздача не попала в рубрику. Объясняют профессионалы. Потому что здесь мне просто непонятно. Я могу понять, если бы Китай переставил бы дальше. Я уже много... Ну да, как вот тогда Лин поставил Чен по риверу 110. Но в чем смысл колл с туз хай, я, честно говоря, не понимаю. Очень интересный хедзап. Много 3-бетов. Много каких-то таких непонятных раздач. Очень интересная динамика. Я смотрю с удовольствием. Рассуждает Майк Макдональд. Я болею за Эндрю Чена. Он мой друг и там незнакомый. Но надо отметить и Китай. Он достойный соперник. Ну вот, возвращаясь к предыдущей раздаче. Ее, конечно, и после турнира очень долго обсуждал. И Чен с Таймиксом и другими друзьями. Да, с Протюшем Буддигой. И мы подходили. Илья Городецкий там Чену говорил, что то, что сделал Китай здесь, ну, как-то не поддается логике. Ну, вот такой он «Доведи Китай». Оказался прав. Возможно, возможно, здесь что-то вот именно вот в тех лайф-тейлзах, лайф-ридах, про которых говорил ты, возможно, он что-то заметил в Эндрю Чене. Хотя, ну, надо признать, что как и у любого другого азиатского игрока, все-таки Эндрю Чен, естественно, выходят с... Его родители выходят из Китая, хоть он и живет всю жизнь в Канаде. Но прочитать по азиатскому игроку практически ничего невозможно. Но, тем не менее, каким-то образом Китаю удалось сделать этот кол. Как? Ну, это что-то из области мистики. Я вот пытаюсь представить, если бы в той раздаче на месте Чена был бы Фил Хельмут. Что бы он сказал «Доведи Китай». Я думаю, что Фил Хельмут так бы не сыграл, скорее всего, но сказал бы... Нет, он очень любит хорошие пасы, хорошие колы. Он не любит хорошие блефы. Вот так я бы сказал. А хорошие пасы и колы Фил Хельмут уважает. Так что я думаю, что Китай стал бы одним из его любимцев напротив. Ну, может быть, он бы спросил «Что это такое? Что? Ты видишь мои карты? Ты в сговоре с кем-то? Как такое может быть? Ты продал душу дьяволу?» Ну, вот сейчас Чен огромный рейс сделал. Но, опять же, на флопе Король Валет Валет. Он переставил 6-5. Но суть-то в том, что 5-2 были у Китая. Ну, потому он так и посмеялся. Китай готовит следующий великий кол, судя по всему. Так он размышляет, как же ему переломить ход игры, которая, в принципе, объективно все-таки складывается в пользу Эндрю Чена. Не сделав он вот этот вот совершенно невероятный кол на Туз-3, уже совсем мало бы фишек оставалось у ДВД. Но здесь и Чену надо сделать определенные выводы. Сделал очень тяжелый кол Китай против Марка Райта тогда. Ну, там другая ситуация, но как раз с турнирой точки зрения там кол был очень тяжелым. Вскрыл его здесь по Туз-хай на доске, где лежал стрит на одну карту. Не говоря уже обо всем остальном. Соответственно, наверное, теперь вроде как Чену нет смысла блефовать в ДВД Китая. И вот она ключевая развязка, ключевая раздача этого хедзапа. Давайте посмотрим внимательно. Ну что, вроде пока все стандартно. Ну, Чен переставил с неплохой рукой, король Валетт Разномастный, Китай с мастевым королем решил нырнуть под этот 3-бет. Ну, не знаю, спорное решение. Король 5 все-таки слабовата рука. Еще король 8, король 9 лучше подходит все-таки даже в хедзапе для такого нырка, что называется. Ну, Чен действует логично. Достаточно сухой флоп. То есть, не достаточно, а просто сухой. Он ставит ставку продолжения. Китай коллирует с король Ха и с дальним флэш-дро. С таким, очень дальним. Ну, здесь две. Две мысли. Первая, что в принципе он с король Ха может быть старше. Вторая мысль, что может быть он сможет зафлоутить. Если здесь Чен не поставит второй баррель, то, соответственно, он может поставить в позиции и забрать этот банк. Раз уж зашел префлоп в позиции с король 5, ну, сдаваться на флопе вроде как не обязательно. По терну у Чена появляется еще и флэш-дро. Но не забывайте, что он и так гораздо старше. И он ставит полтора миллиона. То есть банк 4,5 миллиона, у Китая в стейке чуть больше. И с чем бы здесь даже не блефовал или не полублефовал Чен, ну что, валет 10 там только могут быть, чего Китай и старше здесь. Ну да, вот забегая вперед, скажу, что Китай рассказывал потом, что он такую рукой положил сопернику. Он думал, что у того валет 10 или валет 9. Ну, как мы видим, был неправ. Да, я единственное, прошу прощения, конечно, в флэш-дро не пошло у Чена, у него валет 3-фовый, но в сути это не меняет. И вот посмотрите, что происходит на Ривере. Неожиданно Китай покупает лучшую руку. Да, неожиданно у него становится лучшая рука, но это никак не облегчает ему его решение. Был 3-бет со стороны соперника при флоп, он ставил все улицы и по Риверу ставит ол-ин. Вот давайте вместе посмотрим на Чена. Вы можете что-то прочитать на его лице. По-моему, такой же, как всегда. Частота моргания, разве что, может быть. Ну, Ладно, я кол. Ничего нет у меня. Ничего нет у меня. А у меня вот такая рука. Ох ты какой! Ты же поймал пятерочку свою. Ах ты жулик! Если бы эти ребята не поделили, ну, может быть, правда, тогда бы он и сделал такой кол, да, то есть кол стоимости в миллион бы он не стал, но не в миллион. Как ты мог так сыграть? Ну, Китай сам не уверен, как он мог так сыграть. Радуется за него его французский друг Илан Бужинах. Ну, на самом деле, он гражданин Израиля, но живет во Франции. А вот этот человек тоже далеко прошел в этом турнире. Это Коэн Дэ Вишер и в первый день удачно поменялся. С Доведи Китая по 5% они пошли. А от 800 тысяч евро даже 5% неплохие деньги. Ну, и в общем, эта раздача перевернула все с ног на голову. Было больше фишек у Эндрю Чена. После этой раздачи у него осталось примерно 4 миллиона. Проиграл он еще пару раздач. И вот здесь уже, ну, как баллын и колл, здесь вопросов нет. Конечно, вот вопросы, которые оставались, которые были заданы к Доведи Китаю, после этого хедзаба были по двум раздачам. Вот та раздача, где он сделал колл с Туз Хай. два его вот невероятных колла, но в последней раздаче с Король 5 там невероятная вся вот эта линия, как бы, то есть он настолько был уверен, что соперник блефует, что коллировал с Король Хай, ну, а в конце, на самом деле, как мы знаем, ему просто повезло, он купил, было бы смешнее, если бы открылась пустая карта, ну, повтор там, не знаю, двойки, по-моему, там двойка была или тройка на столе, да, и он бы вот тогда с Король Хай заколлировал и проиграл бы Король Хай с лучшим кикером. И Чет бы, ну, Чет, правда, это не когда, он вроде всегда показывает карты, но здесь бы, ну, показал, но макнул бы карты. Ну, вот она развязка, все закончилось, справедливости ради отметим, что, конечно, та раздача была гораздо длиннее, то есть на Ривере гораздо дольше с Король 5 Китай и думал, но вот так. Ну, что ж, он одерживает очень яркую победу, становится обладателем тройной короны, все-таки не трех корон, как было написано. Эндрю Чен, ну, тоже великолепный результат, третий финальный стол на ЕПТ, самый крупный, наверное, за всю карьеру приз, 613 тысяч евро. В очередной раз Эндрю подтвердил, что он игрок высочайшего уровня, хотя ему тоже повезло на этом финальном столе, ведь именно ему дарил фишки наш новый любимец Бахадир Киликисер. Ну, а Довиде Китай, с которым я лично знаком с 2009 года и которого знаю как очень-очень симпатичного человека, я рад поздравить с этой победой, он очень приятный человек, настоящий покерный профессионал, настоящий гриндер, играет очень много, и вот наконец-то к нему пришла большая победа. Европейского покерного тура в Берлине невероятная развязка. Такого, честно говоря, здесь на ЕПТ я не припомню. Мне лично более логичной, показалось бы, победы канадца Чена, но и назвать Китай незаслуженным победителем тоже язык не поворачивается. Ну, Довиде Китай довел всех нас до какого-то непонятного состояния. Если бы это был рекреационный игрок и такие решения принимал, можно было бы сказать, что это абсурд. Но у него была какая-то мысль, то есть это высокий полет уровня мышления. Как бы то ни было, победителей не сулит, так что мы можем лишь поздравить еще раз Довиде Китай с этой победой. Ну, а это была последняя трансляция из Берлина. Следующая наша встреча состоится в Монако, и оттуда репортажи также проведут Михаил Семин и Илья Городецкий. До встречи. Ну что ж, мы говорим вам до свидания, но не говорим вам прощай. Уже на следующей неделе мы начнем наши трансляции с турнира в Монте-Карло, в Гранд-финал, вершина, квинтэссенция европейского покерного сезона ждет вас уже на следующей неделе. Так что оставайтесь с нами, а для вас, как всегда, будут работать Михаил Семин и Илья Городецкий. Поздравляем Довиде Китай и Андрючена с триумфом на турнире ЕПТ Берлин. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...